посмотреть на свою жизнь в разрезе хотя бы полугода и понять с каждым днём, с каждой неделей, с каждым месяцем, не становилось ли тебе хуже в тех или иных аспектах. Возможно, ты всё тяжелее просыпаешься. Возможно, у тебя всё меньше энергии. Возможно, ты делаешь всё так же, как ты делал до этого. Тренировался, ел, спал и так далее, но у тебя начинает прибавляться вес. У тебя плохое настроение, с каждым месяцем оно всё хуже, хуже, хуже. То есть надо просто следить за собой, за своим поведением, за работой организма и отмечать любые изменения. Списывать на возраст, на недосып, на переработку, на стресс, это, конечно, очень хорошо, но неправильно. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет. Это не то, что вы подумали, это интересный подкаст. Я Влад Аганов, и у меня в гостях эндокринолог Роман Тирушкин. Рома. Привет. Привет. Как ты, как специалист, оцениваешь состояние здоровья поколения около 30? Потому что наш канал сейчас посвящён этому, и мне бы хотелось услышать твою какую-то оценку и взгляд со стороны. К сожалению, плачевно. Вот прям так? К сожалению, плачевно, потому что, по моему мнению, на данный момент есть, наверное, две основные проблемы, из-за которых у нас рушится всё. Первое – это гиподинамия. Мы всё меньше и меньше двигаемся. С кровати встали, в машину, в офис, сидим весь день, ни тренировок, ничего. К сожалению, тут даже зал не поможет. Тут нужна именно повседневная активность. Банальное кардио или ещё что-то, потому что мы должны ходить. Или бегать, или плавать, неважно. Но должна такая монотонная повседневная активность быть. Без этого наш организм начинает работать совершенно неправильно. Оттуда сразу нарушается жировой, углеводный обмен и дальше всё, что хотите. Вторая проблема, которая очень существенно влияет на всё это, это скрытые сахара и, в принципе, избыток сахара в нашем рационе. Мы с тобой об этом чуть поподробнее говорим. Да. Но, к сожалению, от этого никуда не деться. Даже как бы ты хорошо не следил за рационом, любая заправка, любой соус, что-то такое, всё, перечёркиваем всё. Если посмотрим статистику, где-то за век, плюс-минус, у нас потребление сахара выросло в несколько десятков раз. И даже у тех, кто не пьёт чай с сахаром. Что говорит о том, что наш гормональный фон просто совершенно другой по сравнению с тем, который был даже 50 лет назад. К сожалению, сахар влияет не совсем в хорошем ключе на нашем организме. Ну вот, сегодня поговорим про эпидемию сахарного диабета, потому что есть ощущение, что, ой, какой повышенный сахар у большинства людей. И это факт, действительно, его надо признать. Поговорим про состояние нашего общего здоровья, про то, как мы себя чувствуем, про уверенность в себе, про спокойствие, про то, как мы можем себя нести в этот мир. Ну и, конечно, про гормоны, потому что гормоны нам дают фон нашей жизни, насколько я понимаю. Куда без них? Они нам не управляют. Давай простым языком. Вообще, а что такое гормон? Что это? Как его пощупать? Ну, давай не будем углубляться в медицинские сложные термины. По факту, это вещества, которые вырабатываются в нашем организме, которые регулируют те или иные процессы. Они могут их ускорять, могут их тормозить, могут с ними просто взаимодействовать, ускорять рост, например. Всё. Дальше есть гормоны, которые отвечают за анаболизм, за рост чего-то. Есть гормоны, которые отвечают за катаболизм, за разрушение, те, которые отвечают за повышение температуры, за понижение температуры и так далее. То есть, я так понимаю, что это биологически активные вещества? Биологически активные вещества, которые отвечают за гомеостаз, постоянство нашей внутренней среды. Они делают всё, чтобы наш организм был в равновесии, потому что без равновесия мы рано или поздно развалимся. Эти гормоны вырабатываются всеми органами. Как это работает? Есть определённые железы, которые за это отвечают. У нас очень строгая иерархия. То есть, есть гипоталамус, гипофиз, те, которые играют ключевую роль в выработке гормонов. То есть, это, скажем так, дирижёры, которые регулируют выработку самих гормонов. Дальше они уже влияют на щитовидную железу, поджелудочную, надпочечники, гонады. Всё то, что вырабатывает уже сами гормоны. Как связана вообще эндокринная система с иммунной системой? Потому что ты как эндокринолог, мне уже успел сказать за кадром, ну, волей-неволей вынужден изучать и другие сферы медицины. Ты должен подключаться к тому, что работает благодаря эндокринке, что не работает, опять же. Ну, как у тебя это всё устроено, расскажи. Ну, с одной стороны, тут стоит упомянуть, возможно, вилочку в железу, тимус, но он так или иначе у нас редуцируется и разрушается с возрастом, поэтому мы не будем понимать этот вопрос. Я тут хотел бы, наверное, затронуть такую историю, что наш организм – это целостная система. Когда ты начинаешь смотреть со стороны эндокринологии, ты понимаешь, что это верхушка айсберга, и надо копать глубже, надо разбираться. Всё очень плотно взаимосвязано. Есть тот же самый гормон роста, который вроде отвечает за рост и развитие в определённом возрасте, а потом он отвечает, в принципе, за регуляцию. Он также влияет на иммунитет. Те же самые наши пресловутые половые гормоны, в первую очередь тестостерон. Мы с тобой поподробнее об этом поговорим. Он тоже влияет на иммунитет. В больших дозировках он может даже его угнетать. Поэтому там тоже всё не так просто. И получается, что что бы мы ни делали с нашим организмом, любое вмешательство, любое добавление гормона, оно должно быть... Оно должно учитывать все плюсы и минусы, и сделать так, чтобы мы собрали все сливки, но не получили никаких проблем со всего этого. То есть ты сейчас говоришь о том, чтобы что-то человеку назначить, там, условно, гормонозаместительную терапию, надо очень тщательно разобраться, как устроена вся система организма. Если это необходимо. Потому что я начинаю издалека. Я начинаю сначала разбираться, как в целом работает организм, находить точки, с которыми я уже могу произвамодействовать. Объясняю пациенту, человеку, клиенту, неважно, почему он себя чувствует сейчас вот так, как это влияет на его гормональный фон, почему его, например, щитовидная железа работает не так эффективно, как могла бы работать. И вместо того, чтобы сразу дать гормон щитовидной железы, мы пытаемся все восстановить, смотрим, как человек реагирует, и очень часто гормоны уже не нужны. В нашем быстро меняющемся мире выбор новой профессии может быть сложным. Особенно, если вы хотите не просто работать, но и приносить пользу людям, помогать им учиться, улучшать свое ментальное и физическое здоровье. Именно здесь на помощь приходит Университет образовательной медицины с программами по интегративной психологии. УОМ — это проект нового формата, который готовит специалистов, способных помочь людям улучшить свое здоровье без лекарств и операций. А факультет интегративной психологии включает в себя программы профессиональной переподготовки и учебно-практические гейты, которые помогут вам стать профессиональным психологом и начать свою практику. Вы будете изучать фундаментальные принципы психологии и психотерапии, узнаете о современных проблемах в сфере психологии, освоите проверенные современные инструменты психодиагностики и даже научитесь работать с актуальными психологическими проблемами взрослых людей в индивидуальном консультировании. Спрос на психологов в 2022 году вырос в России почти на 63%, показала современные исследования онлайн-школы психологических профессий «Психодемия», сервисы по подбору психологов «Альтер» и ресурсах «Эдхантер». То есть актуальность профессии растет и растет. На программе профессиональной переподготовки вы познакомитесь с более чем 50 методами и направлениями психологии и сможете попробовать их на практике. Эта программа уникальна тем, что она построена как свободный университет. Вы проходите основные дисциплины, но также выбираете дополнительные, которые соответствуют вашим интересам и пригодятся в будущем в практике. Вы сами создаете свой учебный план, как будто собираете конструктор. Длительность программы обучения также определяете вы. Большая часть обучения проходит онлайн, с прямыми эфирами и практическими занятиями. Так что вы сможете учиться в удобное для вас время и в удобном месте, задавая свои вопросы практикующим психологам, психотерапевтам с многолетним опытом. Сделайте свой первый шаг к новой профессии. Переходите по ссылке в описании, она находится рядом с промокодом на скидку. Или сканируйте QR-код на экране. То есть часто щитовидная железа отвечает за наше настроение? Щитовидная железа отвечает за много всего. Но в первую очередь она отвечает за скорость обменных процессов. Да, она может отвечать и за настроение, конечно же, потому что если все работает медленно, температура у тебя низкая, выработка нейромедиаторов идет совсем не так, как нужно, отсюда у тебя будет и депрессия, и лишний вес, и апатия, и выпадение волос, и отеки, и плохое качество кожи, и вообще мало что будет интересного в этой жизни. Окей, давай расскажем тогда, что вообще такое щитовидная железа, и нафига она нужна в нашем организме? Щитовидная железа это одна из самых крупных желез, она у нас располагается на передней поверхности шеи. Вот тут вот где-то прям, вот я помню, у ЗИМ не делали даже. Да, где-то здесь. Она у нас отвечает за выработку гормонов, которые отвечают либо за скорость обменных процессов, либо за взаимодействие нашего организма, например, с костями, кальцитонин, тоже там. Очень часто, к сожалению, ставят диагнозы, такие как гипотиреоз, снижение активности щитовидной железы, субклинический гипотиреоз, когда вроде по анализам все хорошо, но есть симптомы. По моему мнению, рано, потому что очень часто все эти диагнозы кроются под масками. Есть прям такое определение, маски гипотиреоза. Гипотиреоза. То есть есть очень большой перечень проблем, которые все пытаются склонить именно к гипотиреозу, а на самом деле проблема намного глубже. И очень часто это, например, та же самая банальная гипоксия, нехватка кислорода. У девочек проблема с обменом железа на фоне цикла, потому что кровотечение ежемесячное никто не отменял, достаточное количество мяса, к сожалению, никто не ест. Возникают сложности. Именно красного мяса? К сожалению, да, мы хищники. Глупо отрицать, что в гречке, в яблоках, в гранате есть красное мясо, есть, но мы его... Железо. Есть железо, да. Но мы его очень плохо усваиваем. Поэтому тут возникает сложность. Как понять, что пора обратиться к эндокринологу? Ну, то есть, вряд ли среднестатистический человек такой, о, пойду проверю щитовидку. Это самый частый вопрос. Я бы, наверное, даже в щитовидку не лез. Я просто попросил раз в полгода хотя бы сдавать банальный общий анализ крови и биохимию, который вы можете сдать по ОМС. Все. Если правильно туда смотреть, правильно, и знать, что там можно увидеть, там можно очень много всего интересного заметить намного раньше, чем у тебя все сломается. Это первое. Второе... Правильно смотреть это как? Ну, то есть, в анализ крови. Что там ты можешь увидеть такого? В общем анализе крови в биохимии можем увидеть очень много всего. Начиная от нарушения работы печени, нарушения работы белкового, жирового, углеводного обмена, гипоксии, нарушения вопросов, связанных с нарушением работы иммунитета, иммунологии, о которой ты говоришь. И все это в банальных анализах, которые не стоят суммарно даже двух тысяч. Мне кажется, это может потянуть каждый. Дальше, к сожалению, мы упираемся в то, что мало кто из врачей может правильно туда смотреть и что-то там увидеть. Потому что ты приходишь в поликлинику, все пишут, анализы нормальные, что хотите, вам к психотерапевту, если у вас есть какие-то проблемы или еще что-то. К сожалению, такие пациенты приходят постоянно. И вот тут, если отвечать на твой вопрос, на что стоит обратить внимание, самое первое и самое главное, наверное, это стоит посмотреть на свою жизнь в разрезе хотя бы полугода и понять с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем, не становилось ли тебе хуже в тех или иных аспектах. Возможно, ты все тяжелее просыпаешься. Возможно, у тебя все меньше энергии. Возможно, ты делаешь все так же, как ты делал до этого, тренировался, ел, спал и так далее, но у тебя начинает прибавляться вес. У тебя плохое настроение и с каждым месяцем оно все хуже, хуже, хуже. То есть, надо просто следить за собой, за своим поведением, за работой организма и отмечать любые изменения. Списывать на возраст, на недосып, на переработку, на стресс, это, конечно, очень хорошо, но неправильно. То есть, не надо забывать, что в этой цепочке одним из основных врачей, который может дать тебе какую-то правильную рекомендацию, направить туда, куда тебе нужно, это является эндокринолог, верно? Это эндокринолог, потому что все вот это, к сожалению, приведет к тому, что эндокринология так или иначе сломается, ничего ты с этим не сделаешь. Любое плохое состояние именно в настроенческом и вот в этом поведенческом, любое состояние именно в поведении, оно всегда ведет к эндокринологу. Например? Ну, когда я понимаю, что у меня апатия, но я понимаю до этого, что у меня был, допустим, накопительный стресс в течение месяца-полутора. Тут сразу надо задать вопрос, будет ли у тебя период жизни, когда этого стресса будет меньше? К сожалению, мои пациенты по большей части отвечают, что нет. Потому что, чтобы стресса было меньше, надо все продать, закрыть компании, фирмы, плюнуть, купить остров и не отсвечивать. Мало кто может этого достичь, мало кто может к этому прийти. Поэтому они четко понимают, что стресс есть вот такой, и дальше будет только либо хуже, либо также. Меньше стресса не будет. Поэтому, когда врачи говорят, надо меньше нервничать, друзья, я очень рад, но вы либо не сталкивались, что такое стресс, либо не понимаете, как это все работает. Поэтому единственное, что мы можем сделать, это постараться сделать так, чтобы этот стресс на тебя меньше воздействовал. И вот тут есть пара интересных ходов. Когда ты говоришь про апатию, я бы сразу задал вопрос эндокринологу, давайте посмотрим на пролактин. Пролактин, так называемый гормон стресса, который у нас увеличивается по факту по четырем причинам. Всего четыре причины. Первая – это пролактинома, образование, доброкачественное образование головного мозга, которое отвечает за выработку. Но когда речь идет про это, он очень резко и очень сильно увеличивается. Поэтому не всегда нужно об этом думать. Второе – грудное вскармливание. Не совсем про нас, но имеет возможность. Но можно постараться. Да. Третье – это прием антидепрессантов. Тоже не совсем про нас. И четвертое – это стресс. Все. Пролактин является антагонистом дофамина. Дофамин – гормон целеустремленности, движения и вот этого адекватного драйва. Если у тебя будет высокий пролактин, у тебя не будет дофамина. И ты будешь сидеть на диване, пить пиво, прошу прощения. И тебе вообще ничего не надо будет. У тебя все хорошо. У тебя патия. Пусть горит все синим пламенем. Но это же не значит, что все. Это надо списывать. Нет. Надо понимать, как ты к этому пришел, почему ты к этому пришел и как мы это будем исправлять. Пролактин – это гормон стресса. Ну, в кавычках, да. Который есть и у мужчин, и у женщин. Конечно. Деление гормонов на мужские и женские – забудь. У нас гормоны идентичные. Мы отличаемся только их количеством и чувствительностью рецепторов. Поэтому можно… Органами, которыми они вырабатываются. Это называется так или иначе гонады. Органы называются по-разному, но гормоны вырабатываются те же самые. Просто чуть по-разному работают. Но поэтому можно теоретически из мальчика сделать девочку, из девочка сделать мальчика. То есть, то, что сейчас у нас запрещается. Давай поговорим про дефицит тестостерона. Что это вообще за такая тема жирная, которую обсуждают сплошь и рядом на каждом околомедицинском YouTube-канале? Это как раз гипогонадизм, о котором мы с тобой изначально говорили. Снижение выработки тестостерона. Но я бы добавил, что не только выработки, а очень часто бывает, что тестостерон в норме по циферкам. Но организм по тем или иным причинам с ним не работает, его не видит, его не чувствует и так далее. И вот тут надо разбираться. Многие врачи, когда к ним приходят пациенты, начинают назначать терапию, например, заместительную гормональную, просто по циферкам. Но я категорически против всего этого. Потому что надо, мы лечим не циферками, мы лечим не анализы, нам нужно лечить пациента, нужно лечить проблему. И когда приходит молодой человек и говорит, что да, у меня проблема с либидо, я ничего не хочу. У меня проблема с эрекцией, я ночью несколько раз стою в туалет. У меня апатия, депрессия. Я начал внезапно набирать вес и так далее. Да, с тестостеронами, да. Да, он не работает. И тут даже вопрос не в циферке, не важно, сколько мы увидим. Важно, что он не работает. Поэтому тут я бы ставил вопрос ребром. Нужно ли сразу назначать тестостерон? Моё мнение нет. Давайте мы сначала разберёмся. Потому что я не видел ещё ни одного пациента, который пришёл бы, у которого всё работало идеально, и был просто дефицит тестостерона. Ну, так не бывает. Там проблема, тут нюанс, тут остаточное явление после прекрасного вируса, который у нас был, и печень не восстановилась, хотя он два года назад переболел. Тут что-то идёт не так, там он недоедает, тут преддиабет. Всё это будет влиять на выработку тестостерона. Говорят, что в 95% случаев у молодых людей нет вообще никакого хронического простатита, а это всё из-за дефицита тестостерона. И урологи старой школы ставят не совсем верный диагноз и идут вот по такой, знаешь, проторенной дорожке. Тут надо понимать, при каких симптомах ставят такой диагноз. Если речь про болезненное мочеиспускание, это одно. Всё-таки, возможно, есть и увеличение простаты, надо смотреть. Возможно, была какая-то болячка, передаваемая половым путём или ещё что-то. Но если речь про ночные вставания, это тоже один из симптомов простатита. Я с тобой полностью согласен, потому что ночные вставания это далеко не только простатит, это тестостерон. А ещё все забывают про гипоксию, про нехватку кислорода. Мочевой пузырь точно такая же мышца, как и всё остальное. Он должен точно так же хорошо питаться и хорошо кровоснабжаться. Если ему не хватает кислорода, он будет невыносливым. Поэтому ты можешь перед сном выпить кружку чая и ночью начать вставать в туалет, просто потому что до утра ты не дотерпишь. Правда, что после 30 лет тестостерон с каждым годом начинает падать? Это прям аксиома. Выработка тестостерона, к сожалению, после 30, да, там на 1, 1,5-2% начинает снижаться, но это не значит ничего. Очень много упирается в генетику. Есть пациенты, которые в 65 на фоне своей генетики, у них всё ещё хорошо и с либидой, и с эрегацией, им ничего не надо. А есть пациенты, которые в 25 из-за гипогенодизма, ожирения, работы, стресса и всё остальное, у них уже ничего не работает, им уже надо поднимать вопрос, а может что-то добавить. Поэтому тут всё очень строго индивидуально. Но статистика такая, что после 30 идёт снижение. Как можно начать замечать падение тестостерона? Что это вообще такое, кроме сна? Ночные походы в туалет, снижение эрекции, либидо. Давай сразу к примеру. Утренняя эрекция должна быть каждый день. Если утренняя эрекции ежедневно нет, возникают вопросы. Второе. Второе. Либидо. Здоровый взрослый мужчина должен хотеть секса ежедневно, а лучше несколько раз в день. Не обязательно реализовывать. Что такое хотеть, думать об этом? Или ощущать влечение в малых органах? В первую очередь, влечение всегда начинается с головы на фоне влияния гормонов. То есть, если у тебя есть проблемы с гормонами, ты вообще в этом не думаешь, тебе вообще ничего не надо. Я спать. Отстаньте. Из этой серии. Поэтому если ежедневных мыслей, так или иначе, в эту сторону нет, тоже возникает вопрос. Это первые два самых основных. Понятно, что туда у нас и перепады настроения, когда вот был вроде взрослый умный мужик, стабильный, а потом бац, внезапно превратился в девочку, начинаем все ругаться, что вот, у нас это перепады настроения, еще что-то. Я бы задумался, что там происходит. И туда уже все остальное. Очень часто приходит мужчина там за 40. Вот все хорошо, вот я работаю, тренируюсь, с либидо все окей, но я не расту. Вот я тренируюсь с тренером, я уже полгода не могу там выжать больше определенного веса. Почему? Начинаешь разбираться, да, внезапно возникает, что да, есть нюансы с тестостероном, которые не влияют на его репродуктивные функции, с либидо, с эрекцией, все хорошо. И дополнительно нарушается какой-нибудь там белковый обмен или работа печени. Нужно ли тут давать тестостерон? Нет. Потому что основных жалоб, которые связаны с тестостероном, у него нет. И очень часто, когда ты восстанавливаешь работу печени, запускаешь работу белкового обмена, у нас тестостерон начинает лучше и эффективнее вырабатываться и работать. И все проходит. И он внезапно. Все повально колоть-то себе тестик начали? Это просто. Чтобы чувствовать себя как раз лучше? Ну, тут, к сожалению... Хоть день, каждый день с эрекцией. Тут, к сожалению, вопрос популяризации. Так как сейчас действительно с каждого утюга об этом говорят, и многие не хотят заморачиваться, многие не хотят тратить деньги на анализы, на все остальное. Услышали симптом, уколю, пройдет. Но хочу расстроить. Примерно процентов 70 тех, кто уколол, не чувствует ничего. И когда такое происходит, это говорит о том, что проблема не в тестостероне вообще. Какие опасности и последствия уколов тестостерона? Вопрос дозировок. Если мы не говорим про профессиональный спорт, когда речь про набор мышц, про все вот это, то глобально никаких. Кроме снижения репродуктивной функции, загущения крови, некоторых других сложностей. Но, скажем так, многие пациенты приходят и переживают, что вот я там 18 лет побаловался, попробовал, с тех пор у них все не работает. Работает. Если мы поднимем исследование и все сделаем... Работает в смысле репродуктивно? Все восстановилось, конечно. Если поднять исследование и посмотреть, то после любого вмешательства в дугу, выработку тестостерона из парматозоидов, даже если ты не будешь делать послекурсовую терапию, не будешь вообще туда никак лезть, за полгода все восстановится само. В среднем. Поэтому переживать, что ты в 18 лет неправильно курсанул, не подумав, потому что, ну, все делали, я тоже хочу, и в 40 ты переживаешь, что все нормально, расслабься. Что нужно? Образ жизни поменять? Как? Какой подход? Зачем? Ну, для того, чтобы восстановить вот эту вот ситуацию. Оно восстановится само. То есть тут так просто... Наш организм очень гибкий. Он не монолит. Ему приходится быть гибким. Потому что если бы все было вот так вот строго и только вот так, а никак иначе, мы бы не доживали даже до 30, не то, что куда мы там сейчас пытаемся пробить. Поэтому тут все очень хорошо. А когда мы видим даже в новостях, когда различные звезды мужского пола заводят детей там в 70+, ну, как бы, в чем проблема? Мой близкий друг, врач, попросил задать тебе вопрос про мужское ПМС. Скорее всего, об этом просто так активно тоже никто не говорит. Но как раз-таки речь идет о том, что это такой период, который обусловлен снижением продукции гормонов, изменениями тоже в настроении и так далее, и так далее. Наверняка же это есть. И часто мы сами того не подозреваем, когда вот мы превращаемся в этих амеб, в людей, которым ничего не охота делать, какие-то апатичные состояния. Короче, мешки с картошкой неподъемные. Это схоже с тем, что проживает женщина перед циклом? Нет. Ну, примерно сравнивают, просто потому что и там перепад настроения, и тут перепад настроения. Но это все про гормоны. Да, но у девочек это просто физиологично. У них в первой половине цикла преобладает один гормон, в середине цикла другой гормон, в конце цикла третий гормон, и за счет этого постоянно все циркулирует. В нашем же случае, когда мы говорим про такой ПМС, да, после 35 никто не застрахован, а особенно кризис среднего возраста как раз тогда примерно возникает, когда у тебя происходит снижение тестостерона, на фоне стресса растет пролактин, вкупе все это влияет и на эстрадиол, и на щитовидку, и в итоге летит все. И вот тут надо все распутывать и находить, с чего все началось. Потому что многие начинают там решать вопрос с щитовидкой или еще с чем-то, а основная эта проблема намного глубже, и основная проблема может как раз скрыться в нашем прекрасном стрессе, с которого все это началось. Но так как мы уже обсудили, что стресс снизить не получится, надо думать, как с тем ТЗ, который есть, пытаться все это исправить. Это вот немножко интереснее и сложнее. Вот эта гормонозаместительная терапия, она в этом случае как? Ок, не ок? Может ли она применяться в этих состояниях у мужчин? Сходу? Допустим, вот давай пример. Гормонозаместительная терапия, давай расскажем, что это вообще такое, потому что не все понимают, о чем идет. Гормонозаместительная терапия – это добавление гормонов извне в работу нашего организма, неважно каких. Направлено на коррекцию дефицита гормонов. Да. Если щитовидная железа не справляется, даем гормон щитовидной железы. Если гонады не справляются и не вырабатывают тестостерон, даем тестостерон. Если яичники у девочек не справляются, и цикл сбит и не вырабатывает эстрадиол и прогестерон, даем оральные контрацептивы. Все просто. Также у женщин при менопаузе используется гормонозаместительная терапия. Так вот, мужчина, который взрослеет, который тоже проживает какой-то кризис уже не одного своего, не только среднего, но и большого возраста. Здесь есть смысл в гормонозаместительной терапии? Есть. Определенно. Для мужчин тоже? Конечно. Интересно. Ну, просто тут в чем суть? Тут все чуть сложнее. Потому что про девочек, когда идет речь про заместительную гормональную терапию, нам же надо из 55 вернуть в 30. А в 30 есть и перепады гормонов, и цикл нормальной работы. То есть мы должны заместить все. Мы должны дать эстрадиол, должны дать прогестерон, и должны дать либидо. Все уж. Это следующая мысль. И либидо тоже может. Должны дать прогестерон, должны дать эстрадиол, и должны дать тестостерон, если девочка живет активной половой жизнью. Потому что если ты дашь эстрадиол и прогестерон, но не дашь тестостерон, либидо не будет. Поэтому, вы понимаете, получается, что девочкам нужно дать все три гормона. С мальчиками все проще. Нам нужен только тестостерон. А дальше организм все сам насинтезирует. То есть мужчина, 55 лет, для него гормонозаместительная терапия – это уколы, тестика? Она показана, но с вопросительным знаком. Все зависит от ситуации. Сразу ли уколы – тоже вопрос открытый. В какой форме бывает? В России официально есть две формы. Это гель и инъекции. Если поднять вопрос с других стран, там можно заморочиться. Там вроде как есть и пластыри, и еще какие-то нюансы. Но особо смысла никакого нет. Ты за что вообще? Представь ситуацию. Ты повзрослел, понял, что что-то уже не то. Как ты бы действовал как человек-ученый, чтобы ты с собой предпринимался? Я за максимально долгую, максимально активную, качественную жизнь. Если я в 30 пойму, что я не справляюсь с той психоэмоциональной нагрузкой, которая есть, физической нагрузкой с той, которая есть, и пойму, что надо себя поддерживать, значит, будем поддерживать. Просто надо все сделать правильно и высокоэффективно, чтобы не получить никаких минусов со всего этого. Что, кроме возраста, может замедлить выработку гормонов? Основные причины, о которых мы с тобой говорили. Гипогонодизм, стресс, сон, избыток сахара, как следствие лишний вес. Все это будет влиять. Ну, тогда про сахар. Давай, темка-то такая. Ой-ой-ой. Вообще, мне кажется, что сегодня мы живем в эпоху просто избытка сахаросодержащих. И, ну, глупо отрицать. Ты сам это вначале сказал, что у каждого, наверное, второго человека есть склонность к сахарному диабету. Давай расскажем про типы сахарного диабета, какие они бывают. Я знаю, что есть первая и вторая. Да, первого и второго типа. Первый тип это? Инсулин зависимый. Он у нас в детстве происходит, когда он генетически обусловлен, когда поджелудочная не справляется с выработкой инсулина, она разрушается, инсулина нет. То есть, фактически, человек с этим рождается? С генетической предосположенностью. Да, но выстрелит оно или нет, вопрос опять же открытый. И второй тип это приобретенный? Приобретенный. Второй сейчас преобладает. Но там, если копнуть глубже, есть еще по-хорошему два. Можно поднять вопрос по поводу гистационного сахарного диабета. Это сахарный диабет, который возникает у беременных. Потому что там немножко все по-другому работает. И третий тип, он под вопросом, туда сейчас относит Альцгеймер. Потому что там есть некоторые исследования, где доказано, что повреждения мозга, вызванные Альцгеймером, связывают с повышенным сахаром, и там есть некоторые нюансы. Правда? Ну, исследования ведутся. Поэтому к чему приведет, пока непонятно. Но интересно. То есть, сейчас связывают тоже всплеск Альцгеймера с тем, что мы живем в эпоху огромного количества продуктов с сахаром. Вау. Там пока очень интересно, но ничего не понятно. Но поживем и видим. Это недавние какие-то наблюдения? Статья, по-моему, вышла первая в 2020 или 2019 году. Ну, такое. Это очень любопытно. Все зависит от образа жизни и питания. Давай поговорим детально про второй тип диабета, про самый страшный, распространенный, про тот тип диабета, с которым человек, который с этим сталкивается, ничего, как правило, не делает. Потому что это так сложно. Давай я тебя чуть-чуть поправлю. Все-таки диагноз сахарный диабет второго типа встречается не так часто. Правда? Намного чаще встречается инсулин-резистентность, которая в дальнейшем приведет к сахарному диабету. А еще чаще встречается нарушение толерантности глюкозы. То есть все вроде хорошо. То есть это не диабет? Это не диабет. Но нарушение углеводного обмена уже произошло. Оно в процессе. Ты можешь ночью вот так проснуться, и тебе будет желание что-то съесть. Ты можешь непосредственно вроде поел, все хорошо, а через 2-3 часа у тебя тремор возникает. Или еще какие-нибудь интересные симптомы. Это говорит о том, что у тебя произошло падение сахара. Такого не должно быть. Оно не должно быть резким. Следовательно, у тебя что-то не так происходит и с инсулином, и с рецепторами, и углеводный обмен уже идет не так. Надо разбираться. Давай по порядку. Что такое инсулин? Инсулин – это гормон, который вырабатывается в поджелудочной железе, который отвечает за то, что тот сахар, который мы с тобой съели, он должен попасть в клетку. За транспортировку глюкозы в клетку. В клетку, все верно. То есть инсулино-резистентность – это не усваивание глюкозы клеткой… Невозможность. Транспортировки. Да. В клетку просто потому, что есть только не надо, рецепторы уже устали, потому что сахара много, поджелудочная в геометрической прогрессии не может вырабатывать инсулин, за счет этого у нас нагрузка на нее увеличивается, и в целом. А когда ты каждый день пьешь чай с тремя ложками сахара, рано или поздно организм перестанет с этим справляться. И за счет этого, за счет нарушения толерантности глюкозы к следствию инсулино-резистентности, у нас организм будет нарушать углеводный обмен вследствие набора веса, а дальше уже недалеко до сахарного диабета. То есть смотри, инсулино-резистентные пациенты – это люди, которые, по сути, своевременно не получают гормоны счастья из глюкозы, правильно? Если вот говорить таким образом, ну смотри, ты съел, она не усвоилась, ты захотел есть еще, ты переедаешь, переедаешь, переедаешь. Тут основная твоя проблема в том, что ты глюкозу отнес к гормонам счастья. Давай мы будем говорить, как есть. Это просто энергия. Ты даешь своему организму больше энергии, чем ему нужно. Все. Это основная проблема. Притом эта энергия появляется спустя какое-то время после приема пищи, потому что сразу это все не усваивается. Если, смотри, ты съел глюкозу, сахар, если организм его не засунул в клетку с помощью инсулина, то есть не реализовал, и клетка его никак не использовала, либо превратила в гликоген, в запасы, либо сразу в тренировку пустила, в энергию или еще что-то, организм ничего не может с этим делать. Он отправляет в печень, печень лишний сахар превращает в три глицериды, а три глицериды уже у нас откладываются в виде жира. Других вариантов у нас нет. Как правило, люди, вот как раз-таки, ведущие подобный образ жизни, они похожи, ну, откровенно на наркоманов, потому что они головой все понимают, они знают, что есть проблема, ну, или на алкоголиков, и с этим ничего сделать не могут, потому что это, как правило, не то, что усилие воли, но, походу, это какой-то очень крутой медикаментозный подход. И тут надо заходить глубже, и очень часто тут вопросы не в медикаментах, а в том, что жуткая тяга к сладкому обусловлена тем, что изначально ломается белковый обмен и работа печени. И пока ты не дашь своему организму ресурсы, он у тебя просит ресурсы, строительный материал, это белки и жиры, углеводы не строительный материал, углеводы это просто энергия. Он у тебя просит на самом деле строительный материал, но он у тебя крайне редко будет просить мясо, потому что, чтобы переварить мясо, использовать и реализовать, нужно потратить много энергии, у него ее и так мало, глобально. Поэтому проще дай мне шоколадку, мы сейчас быстро получим энергию, быстро сделаем то, что ты захотел, а дальше разберемся. Но дальше не разберемся, потому что дальше все это будет только усугубляться, усугубляться, усугубляться. Поэтому ко мне сейчас приходят пациенты, когда после первого большого интервью, где я рассказал, что много упирается в белок, многие начали писать, что вот мы начали просто больше есть белка, и половина проблем уже ушла. Давай назовем продукты вот еще проще, которые содержат в себе нужное количество белка, чтобы желание есть сладкое чуть-чуть подспало хотя бы. Тут надо сразу затронуть ремарочку по поводу непереносимости. В первую очередь непереносимость лактозы, потому что вся молочка в себе задержит немало белка. В первую очередь это творог, это сыры, яйца, все мясо, вся рыба. Не буду вдаваться в подробности, проще считать среднее. Среднее это где-то 20 грамм белка на 100 грамм продукта. Морские животные туда же. Про растительные источники не говорю, не всем заходят, вегетарианцы пусть сами разбираются, там есть некоторые нюансы. То есть, по сути, чтобы скорректировать свое питание даже на первых порах, если вдруг у вас там есть преддиабет, нужно повысить количество белковых продуктов и вообще просто начать их считать. Вот я прошу, я против диет. Давай вот так. Потому что диета ни к чему хорошему не приводит. Диета всегда приводит к срывам. Неважно, какой она будет идеальной, любое ограничение в тех или иных объемах идет к этому. Поэтому я говорю просто. Я говорю, я от вас прошу три момента. Первое. Мы убираем перекусы. Мы оставляем три полноценных приема пищи. Если ты весишь больше 60 килограмм и тебе тяжело есть, то добавим порцию протеина. Не вижу в этом проблем. Пусть будет лишний скачок инсулина. Нам сейчас вообще не до инсулина. Нам надо увеличить потребление белка. И все. Второе. Многие в комментариях мы вот читали по поводу интервью. Многие говорили, что это все очень смешно. Вот ты рекомендуешь увеличивать потребление белка. А как же ЖКТ? Не у всех ЖКТ справится. Согласен. Потому что у всех поголовно есть дискинезия желчных протоков, загиб, спазмы, еще что-то. За счет этого. Тоже-то оттуда же. Потому что желчь нормально не оттекает. И отсюда все нормально не переваривается. Но чтобы не пить желчегонные, ферменты или еще что-то, давайте сделаем проще. Перед каждым приемом пищи мы с вами будем пить что? Стакан горячей или теплой воды. Просто для того, чтобы сфинктеры расслабились и желчь потекла. И это уже существенно усилит переваривание. Там реально работает теплая вода. Реально работает. Если взять за привычку утро начинать с нее, когда ты пришел куда-нибудь поесть, вместе с меню заказываешься стакан воды, и пока тебе несут еду, ты его пьешь. Реально работает. Теплый или горячий? В идеале что-то такое среднее. Не так, чтобы она тебя обжигала, но чтобы она была горячей. Если мы будем использовать эти два момента – уход от перекусов, увеличение потребления белка и горячую воду, за две недели уже многое поменяется. И тяга к сладкому пропадет, и все. Но видишь, я не запрещаю пациентам сладкое. Я говорю, мы переходим вот на этот рацион, но если ты хочешь сладкое, не вопрос. Пусть у тебя будет сладкое, но это сладкое будет на десерт. То есть ты сел завтракать, съел свои три яйца положенных, в зависимости от веса. Мне, например, надо пять, а лучше восемь. Сверху съел тазик салата. Без клетчатки никуда. Клетчатку мы тоже не доедаем, это отдельная история. И вот сверху, если после всего этого хочешь, съешь ты свой торт, пожалуйста, или еще что-то. Вопросов никаких нет. Но если действительно хочешь, все равно через какое-то время ты перестанешь его хотеть, просто организм начнет работать по-другому. Еще, насколько я понимаю, это большое заблуждение и миф, что люди, которые едят много сладкого, обязательно заработают себе диабет. Все зависит от генетики, но 80% заработают. То есть это не какая-то там иллюзия, что ешь все сладкое, доживи до 100 лет. Есть, конечно, маги, ведьмы, которых так называют, которых не в коне корм, которые едят все, что можно, и при этом весят там определенное количество всю жизнь. Это отдельная история. У них чуть по-другому все работает. Но в целом избыток сахара будет приводить к отложению жира, потому что организм не знает, куда его девать. А там, где лишний вес, там всегда инсулинорезистентность и под вопросом в дальнейшем сахарный диабет. Есть какие-то продукты, кроме сахаросодержащих, которые потенциально опасны и которые могут привести к сахарному диабету? Ну или к преддиабету, например. Хлебобулочные изделия. Но тут вопрос, из чего их делали. То есть, если ты заморочился и дома печешь хлеб, хороший хлеб, бездрожжевой, там еще как-то ты знаешь, что ты туда положил, ну почему бы нет. Но если это булку, которую я там купил, ну отдельная история. Я бы тут поднял вопрос по поводу сахарозаменителей. Очень сейчас популярная тема. Особенно все сейчас начали... Сладкое без сахара, которое... Да, начали литрами вливать в себя газировки без сахара, колу, зеро и подобная вещь. Вкусно, приятно, вроде и побочек нет. Если, с одной стороны, согласен. С одной стороны, тут все есть яд, все есть лекарства. То есть, если ты будешь пить по 2 литра в день, ну вопрос открытый, к чему это в дальнейшем приведет. Ну, раз в неделю выпьет 0,3 за обедом, ну, если ты очень любишь, почему бы нет. Проблема в чем? Проблема возникает в том, когда ты это все начинаешь делать, опять же, между едой, в качестве перекуса. Вроде посмотрел, вроде калорий нет, вроде ничего не будет. Но на самом деле, так как язык чувствует сладкое, у тебя все равно идет небольшой выброс инсулина. Организм вроде готов к поступлению глюкозы, он готов выбросить инсулин, но глюкоза не поступает. Поэтому выбрасывает совсем чуть-чуть. Потом этот инсулин снижается, у тебя сахара в крови не остается, и у тебя растет аппетит. И в итоге на фоне ты вроде выпил без сахара колу, вроде все хорошо, а через час голодный как волк, а тебе-то еще три часа до ужина осталось. Вот это из мальтосахариды, это тоже к тому же относится? То есть, когда ты покупаешь этот аппетитный кексик, типа фитнес, типа без сахара, то ты после него еще просто больше сжираешь еды и все? Если ты ешь его в качестве перекуса. Но если ты все сделаешь правильный, любой протеиновый батончик, фитнес-кексик, все что угодно, съешь на десерт, вопросов никаких не будет. Ты говорил про то, что наш организм умен, но ленив. Что ты имел в виду? То, что если дать ему возможность, он всегда идет по пути наименьшего сопротивления. Если есть возможность не переваривать мясо, он тебе объяснит и приведет 33 аргумента, почему ты больше не любишь мясо и почему ты вегетарианец. Поэтому питание интуитивное, это правильно, это хорошо, но только тогда, когда ты четко уверен, что твой организм работает правильно так, как должен. А если вот внезапно я утром проснулся и осознал, что я не люблю мясо, ну, давай-ка мы анализы дадим, пожалуйста, посмотрим. Очень часто мы просто упрямимся в нарушении обмена железа, и как только ты железо восстанавливаешь, мне потом через две недели звонят и ругаются, что вы со мной сделали, я хочу стейк. Ну, я предупреждал. Давай продолжим про диабет. Расскажем про его механику еще раз. То есть, вот смотри, человек, который уже страдает там повышенным содержанием сахара в крови, у него не наступает насыщение от потребления пищи. Почти всегда. То есть, от любого привода. Оно отложенное, да. Отложенное насыщение пищи. В крови полно глюкозы, в эту клетку глюкоза не всасывается, и как следствие очень сильно повреждаются сосуды, насколько я понимаю, да? Ну, это уже следствие потом, да. То есть, потом уже атеросклероз в том числе, а потом уже люди могут ослепнуть. Часто с диабетиками это происходит. Давай по порядку. Давай. То, о чем ты говоришь, это каскад в дальнейшем. К этому надо прийти много-много лет. Все начинается... Понятно, что, да, есть гликация. Это как раз повреждение клеток на фоне высокого сахара. Но все начинается не совсем с этого. Все очень часто начинается с гомоцистеина. Метаболит обменных процессов, связанных с витаминами группы В, которые синтезируются в печени, который, когда его становится слишком много, как раз может повреждать стенки сосудов. И вот когда он повредит стенки сосудов, там уже у тебя может все отложиться. И вот туда уже тебе и бляшки, и повреждения дополнительно от сахара, и все остальное. Да, ты полностью прав. Основные первые отдаленные проблемы, которые возникают уже на фоне сахарного диабета, как диагноза, это действительно зрение и почки. Потому что там мелкие сосуды, они очень ко всему... То есть нижние конечности бывают? Это уже дальше. Воззрение и почки будут в первую очередь. Нижние конечности, в дальнейшем, не поле нейропатии, это уже совсем дальше. Это все от сосудов? От сосудов и поле нейропатии, снижение чувствительности нервных конечностей, это от нервов. Потому что будет повреждаться все. Самое важное, до этого не доводить. Поэтому я предостерегаю пациентов намного раньше. Если мы поднимем вопрос, как же выявлять и что делать с точки зрения сахарного диабета? Многие смотрят на глюкозу, многие смотрят на глюкозотолерантный тест или еще на что-то. Мое мнение, есть два очень хороших маркера, которые нам в принципе показывают, как у нас все работает. Это гликированный гемоглобин, средний уровень сахара за 3-4 месяца. Да, у него референсы в каждой лаборатории своих. Кто-то пишет 4,5-6,5, кто-то 4,5-6, кто-то 5-6,2, неважно. По всем исследованиям, если мы поднимем и все сделаем, его оптимальный уровень должен быть ниже 5,3. То есть, если у тебя гликированный гемоглобин выше 5,3, это уже говорит о том, что у тебя сахара в рационе больше, углеводный обмен работает не совсем так, как нужно, и надо с этим что-то сделать. Но иногда бывает, что гликированный гемоглобин может быть ложно-нормальным. Почему? Потому что в течение дня ты ешь, скачки сахара происходят, а ночью ты можешь гиповать, если у тебя есть нарушение глюкозы. В итоге ночью сахар низкий, и суммарно мы с тобой получаем хорошую цифру. Поэтому дополнительно, если я подозреваю, общаясь с пациентом, что он там ночью просыпается или еще что-то, я подозреваю, что есть нарушение работы гликироводного обмена, я дополнительно прошу сдать фруктозамин. Фруктозамин – это средний уровень сахара за 7-10 дней, то есть более короткий. И вот он уже точнее, чем гликированный гемоглобин. И по этим двум анализам можно сделать определенные выводы и понять, что мы делаем дальше. Глюкоза – хороший показатель, но это в моменте, здесь, сейчас. По ней ты можешь определить только сахарный диабет. Уже как диагноз. Я же не хочу определять диагноз, я хочу сделать так, чтобы его не было. А реально жить вот с, не знаю, там, показателем сахара 7 на протяжении долгих-долгих лет и вести какой-то образ жизни вполне себе? Да. Никаких проблем. Тут проблема в том, что если тебе уже ставить диагноз сахарный диабет, и тебе просто дают сахароснижающую терапию, это хорошо. Но пока ты пьешь, сахар снижается. Но ты не починил основные проблемы, из которых все началось. Нет. Это понятно, что голова и все остальное. Но у тебя и белковый обмен нарушен, и печень нарушена, и к рецепторам много вопросов, и к поджелудочной перенапрягается. И вот там ты не поработал. Тебе просто дают препараты, которые снижают сахар. Так это, ну, в целом, наши люди так и хотят. Дайте таблетку, чтобы исцелиться. Но дальше все это будет только прогрессировать. Дозировки будут увеличиваться, потому что основная проблема не решена. И ни к чему хорошему, кроме осложнения от сахарного диабета, вопрос только когда, ты не придешь. Так можно ли решить основную проблему посредством, не знаю, повышения гормонов другим образом? Давай поднимать вопрос. Что такое сахарный диабет 2 типа? Это сахарный диабет, который мы приобрели, исходя из нашего образа жизни. Первое и самое основное, что мы должны сделать, это поменять образ жизни. С сахарным диабетом ничего другого не получится. Тут нам нужен адекватный сон, бодрствование, цикл, адекватная физическая активность, рацион, и только потом различные саплименты, витаминки и так далее. Как запугать человека, который не может все равно к этому прийти? Ну вот, все говорят, вот если бы меня напугали, тогда, возможно, я бы за это взялся или взялась. Напугать, к сожалению, не получится. Есть два варианта. Первый вариант дождаться, когда что-то сломается, и он прибежит и осознает, что он хочет жить. И второе, это сделать какой-то ход конем в зависимости от человека и показать ему, что все много проще, чем он думал. Что вот он говорит, что я не хочу сладкое, сделать что-то так, таким образом скомбинировать препараты, витаминки или еще что-то, чтобы его отбило отеку к сладкому. Он поймет, что все не так плохо. Поэтому тут опять же все индивидуально. Надо подбирать. Но, к сожалению, с учетом нашего российского прекрасного менталитета, мы очень часто упираемся именно в первый контингент, у которых пока что-то не выстрелит, не придут. Так еще знаешь, в чем большая проблема? В том, что пищевая промышленность развивается вместе с химической, и именно химическая составляющая вот этих вот продуктов, которые часто люди употребляют в пищу, она и провоцирует дальше их покупать. Вот в чем дело. Да, к сожалению, да. Сосиски, колбасы и прочее. Поэтому тут надо просто осознать, что оно тебе... Можно к этому прийти, то есть, да, мы приходим к тому, что вот у меня есть пациенты, у которых есть непереносимость глютена, лактозы и так далее. У меня тоже она есть. Я понимаю, что я люблю пасту, очень люблю пасту, но я не могу есть ее каждый день. Это ни к чему не подбирать. Оно мне разонравится. Во-вторых, она вызывает воспаление в кишечнике. Надо оно мне. Зачем? Поэтому тут надо просто я иду в ресторан, ем большую порцию пасты. Но чтобы она мне никак не повредила, я делаю все правильно. Я перед этим съем ферменты, которые улучшат перевариваемые лактозы, чтобы она мне никак не повредила. Выпью дополнительно желчегонные, чтобы желчь еще лучше подтекла. В итоге я нивелирую все те проблемы, которые у меня могут быть на фоне этого прекрасного блюда, от которого я получу много удовольствия и, возможно, много проблем. Ой, ну сейчас, наверное, многие люди, которые посмотрят из профессиональной среды, скажут, ай-яй-яй, вообще ферменты надо ли. Потому что, когда ты пьешь фермент, то ты тем самым тоже делаешь ленивой свою поджелудочную. Смотря как и смотря что ты пьешь. Пить, если ты ешь три приема пищи в день и три приема пищи в день пьешь ферменты, согласен, не вариант. Но если ты понимаешь, что у тебя есть панкреатит в хронической стадии, поджелудочная не справляется, ну так может дать тебе немножко отдохнуть и пить хотя бы в один самый большой прием пищи, ферменты. Или в два. Или пить, как я пью, по необходимости. Она и так не справляется со своими обязанностями. Она не вырабатывает лактозу в достаточном количестве. Так почему бы мне не выпить лактозу дополнительно? Ты всегда так запариваешься по поводу перед приемом пищи, перед алкоголем? Если... Ну, я не пью. Давай с этого начнем. Мне просто не нравится. Вот. А с точки зрения еды, да. Ну, просто я хочу получить удовольствие и не получить... Ну, именно от еды, которую ты понимаешь, что она вредная. Да. Ну, она не вредная для всех. Давай так. Потому что мы сейчас скажем, что глютен вредный. Нет, глютен не вредный. Для некоторых, да. Он может быть негативным ключом. Как, например, для меня. Потому что генетика подтвердила, и все факторы подтверждают. Мне не очень с него хорошо. Но я его люблю. Я ничего с этим сделать не могу. Поэтому мы его просто ограничиваем и делаем так, чтобы не было никаких проблем. Что мы можем сделать для того, чтобы минимизировать количество диабета, который сейчас в изобилии? Ну, кроме того, что рассказываем об этом публично, есть ли какие-то инструменты воздействия? Или это реально выгодно? Ну, давай опустим этот момент. Понятно, что это выгодно, к сожалению. Тут не будем отрицать. Но искать какой-то заговор я бы тут не стал. Тут как раз вопрос в том, о чем ты говоришь. Это капитализм просто называется. Что люди очень слабы с точки зрения психоэмоционально. И если ты можешь получить удовольствие вот так, не обращай внимания на какие-то проблемы, ты его получишь. Но проблема в чем? Проблема в том, что все забывают про будущее. Если тебе сейчас было вкусно от 20 грамм шоколада, через 2 недели тебе надо будет 40 грамм шоколада, чтобы получить такое же удовольствие. Ничего ты с этим не сделаешь. И вот тут возникает сложность. Поэтому, к сожалению, чтобы от этого уйти, у нас только один путь, один план. Это осознать, что сахар от них не совсем хорошо. Переделать свой образ жизни, добавить физическую активность. Мы сейчас с тобой не говорим про тренировки. Мы говорим про то, что откажите хотя бы от лифтов. Господи, так сложно? Сложно, но это уже будет лучше, чем ничего. Увеличьте потребление белка. Повторяю и буду повторять. И повторял. Мы катастрофически его недоедаем во всех аспектах. Он нам нужен вообще для всего. Для обновления старых клеток, для синтеза новых клеток, для работы иммунитета. А если у нас есть воспаление, а у нас у каждого второго есть какое-нибудь воспаление, расход белка, опять же, увеличивается. И на все остальное не хватает. И это все будет влиять, опять же, и на тягу к сладкому, и на работу всего организма. Про мужчин и женщин и про тестостерон. Как на мужчин он влияет, мы понимаем. Как он, вырабатываясь в яичниках, работает в женском организме. Почему у большинства девочек в середине цикла, во время овуляции, поднимается либидо? Спасибо тестостерону. Потому что он выбрасывается, либидо возрастает. Надо что сделать? Совершить репродуктивную нашу историю. Только так. Понятно, что он дает немножко уверенности и всего остального. И поэтому некоторые мужики в середине цикла огребают в хорошем и плохом смысле всего этого. Потому что больше уверенности, больше всего. Он работает идентично. И на нас, и на них. Дает здоровую уверенность и либидо. В принципе, все. В избыточном количестве, когда речи про гинекологические проблемы, связанные с синдромом поликистозных яичников или еще что-то, он будет давать проблемы в виде герсутизма, образования волос по мужскому типу, там, где у девочек не должно быть волос. И это тоже, конечно же. И много всего остального. К эндокринологу обращаются чаще мужчина или женщина? И ты вот по своему наблюдению что можешь сказать? И кому надо чаще? В равной ли степени? Или все-таки у женщин больше проблем с гормонами? По моему мнению, надо обращаться всем. Но чаще ко мне в 80% наверное приходят девочки. Потому что девочки как минимум замечают, следят, осознают, что происходит. Мужской пол, мы с тобой очень часто, мы загружены, у нас дела, нам без разницы. Нога есть, встали нормально, хорошо. Как говорится, пока копье торчащее спины не будет мешать спать, мы его не видим из этой серии. Вот, поэтому чаще девочки. А вот когда девочки уже понимают, что как работают, они уже тащат и мужей, и детей, и родителей, и всех остальных. Так, ну что, к вопросам из телеграм-канала. Телеграм-канал называется Влад Аганов. Спасибо, что вы подписываетесь. Там же можно задавать вопросы для гостей интересного подкаста. Если после еды хочется сладкого, это значит, что это был неполноценный прием пищи? Или у меня зависимость от сладкого? Кажет Ирина. Только что отвечали. Это значит, что суммарно за день белка вам не хватает. Тут вот многие, особенно те, кто считают, худеют и так далее, забывают один важный момент. Они считают, что вот мы сегодня все посчитали, мы похудели, мы молодцы. Но глобально нашему организму надо смотреть в динамик. Надо смотреть за неделю, за месяц и так далее. То, что вы сегодня молодец и что-то съели, к сожалению, этого катастрофически мало. Поэтому если после любого приема пищи хочется полирнуть десертом, этот прием пищи можно чуть-чуть увеличить по белку, но очень часто этого не помогает. И надо решать по-другому. То есть, если это завтрак, например, и после завтрака хочется десерт, добавьте перед сном порцию протеина. Это существенно облегчит данную проблему. Когда тебе говорят, Илья спрашивает, может быть, тебе к эндокринологу сходить, гормоны проверить? О каких именно гормонах, вероятнее всего, идет речь? Вопрос, что они поднимали. Но, как я уже говорил, до гормонов надо дойти. Давайте сначала разберемся с общей биохимией, с общим анализом крови. И дальше, если вы уже хотите дойти до эндокринолога, надо лезть, а, в щитовидную железу, всегда, б, в половые гормоны вопрос открытый. Но тот же самый пролактин я бы, наверное, сдавал всегда. Потому что очень часто бывает, что именно он влияет и на настроение, и на все остальное. Последствия интервального голодания с точки зрения гормонов инсулин, ТТГ. Почему может возникнуть тремор, если давно не ел, а физическая активность высокая? Давайте по порядку. Интервальное голодание в долгосрочной перспективе никаких проблем не вызывает, связанных с работой гормональной системы. Если вы даете достаточное количество ресурсов, как мы можем негативно повлиять на ТТГ? ТТГ. Щитовидка вообще очень чувствительна, ТТГ в первую очередь, и к стрессам, и ко всему. Если мы уходим на вообще безуглеводку, как это очень часто делают спортсмены, у них ТТГ будет расти, потому что углеводы нужны для адекватного взаимодействия гормонов. Поэтому это раз. Два. К поводу инсулина. Да, у нас выброс инсулина становится, их количество становится меньше, но в моменте выбрасывается больше. Потому что ты, когда ешь два приема пищи в день, ты все равно ешь большими порциями. Критичны это? Глобально нет. Лучше пусть будет один скачок, но большой, чем их будет пять, но маленьких. С точки зрения влияния на рецепторы, на поджелудочную, так будет лучше. Три. По поводу тремора. После еды и после физической активности это гипогликемия. Человек гипует, падает сахар. Надо разбираться, что происходит с углеводным обменом. Самый простой способ поставить либру, датчик, который ставится в межклеточную жидкость, и в течение дня ты просто подносишь телефон с NFC и смотришь, как у тебя сахар скачет зависит от продуктов. Можно поиграться, можно посмотреть. Будет четко понятно, что происходит, на каких уровнях. Но это больше из поиграть. И так понятно, я бы посоветовал сдать фруктузамин и гликированный гемоглобин, и там будет понятно, насколько все запущено, и главное, что с этим дело. Почему при ПМС происходит жуткая тяга к еде, к сладкому и даже к той еде, которой ты обычно равнодушен? Потому что там идет шторм половых гормонов. Вот такой примерно. Там все работает совсем иначе. Поэтому тут объяснить адекватно не получится. Просто смиритесь. Но надо понимать то, что если у девочек ярко выраженный ПМС, перепады настроения, жоры, болезненности или еще что-то, надо разбираться. Такого быть не должно. И очень часто мы приходим к нарушению работы витаминов группы В и железа пресловутого опять же. Как только ты там все решаешь, часть симптомов начинает уходить. Стоит ли менять всю соль в доме наедированную? Возможно ли избыток йода? И что хуже, избыток или недостаток? Регина спрашивает. Йод нужен всем клеткам в нашем организме, не только щитовидной железе. Поэтому тут с едированной солью надо быть, во-первых, аккуратным. Потому что надо понимать, как долго прошло от того, когда ее проедировали, сколько она пролежала на складе, пока она дошла до вас. Йод все равно имеет свойство разрушаться в этой соли. Тарас, нужно ли специально менять? Наверное, нет. Но если вы все-таки сможете соль поменять на какую-нибудь хорошую морскую, у меня есть какие-то микроэлементы, а не просто она будет едера, это будет лучше. А избыток или дефицит йода? Дефицит йода – это всегда плохо, но там надо быть аккуратным. Очень, потому что если есть какие-нибудь аутоиммунные проблемы, например, аутоиммунный тереидит, то йод может простимулировать данный процесс, поэтому лучше быть аккуратным. Избыток йода – это крайне редкая штука, там надо прям постараться, поэтому об этом не говорим. Переесть из еды или из соли мы йод не сможем, чтобы перейти к избытку йода. Давайте вот так. Почему вообще появляются узлы в щитовидке? Что это вообще такое? Эльвира спрашивает. Очень часто узлы в щитовидке – это именно нарушение обмена йода, и очень часто это дефицит йода. Всегда говорят, ничего страшного нет, там маленькие узелочки. Да, и очень часто говорят, что наблюдаем, смотрим. Если ничего не делать, через полгода они могут либо рассосаться, либо стать больше. Давайте посмотрим, как работают гормоны ТТГ, Т3, Т4, что происходит с антителами к ТПО, с антителами к ТГ, и, возможно, мы там увидим дефицит йода. А из узелка может вырасти онкология? Если узелок в динамике, ты делаешь каждые полгода УЗИ, и узелок растет, когда он становится больше одного сантиметра, надо уже делать пункцию и смотреть. А щитовидку полностью удаляют? Если доходим до злокачественной онкологии, удаляют либо половину, либо полностью, либо еще как-то все там индивидуально. Без щитовидки жить вообще как? Просто каждый день будем пить таблеточки. И утерокс, то же самое, гормонозаместительной терапии. Ситуация. Ехал в метро, внезапно, без предпосылок организма хватило слабость. Пот лился по телу, как из ведра, и вдруг на 5-7 минут пропало зрение. На обморок не похоже. Я стоял на ногах, был сознание, слышал, что происходит вокруг, мог двигать руками, ногами. Но вот не видел абсолютно ничего. Спустя время отпустило. Заключение от врачей скорой. Подскочил сахар, и вот тебе направление к эндокринологу. Сдал литр крови на анализах. Ничего. Выявили лишь кисты в почках и гипофизе. Доктор, я буду жить. Не уверен. Тут надо сразу задать вопрос. А как они проверяли сахар? Они прям померяли глюкометром или нет? Действительно ли он подскочил? Потому что больше похоже на то, что он упал. Плюс есть гипоксия. И меня очень умиляют вот эти вот пациенты с врачами, которые говорят, вот я на все сдал, все нормально. Прошу прощения. Я не видел еще ни одного пациента, у которого были бы действительно нормальные или тем более хорошие анализы. Всегда есть на что обратить внимание, всегда есть что исправить, потому что нет предела совершенства. Поэтому если есть такие симптомы и никто ничего не нашел, не там ищут, к сожалению. И вот такой необычный, нестандартный от Ирина вопрос. Как расстройство пищевого поведения, гулемия, анорексия влияют на гормональную систему? Ну, прямую. Потому что тут в зависимости от того, что мы делаем. Мы переедаем или не едим вообще? Если переедаем, избыток приводит к инсулино-резистентности, к сахарному диабету, то, что мы с тобой обсуждали, если не едим вообще, это истощение, которое приведет к тому, что организм начинает сначала разрушать мышцы, это ничем хорошим не закончится, а на фоне нехватки строительного материала будет сбоить вся эндокринная система. И там можно прийти вообще ко всему, к чему хотеть. Поэтому и то, и другое – это плохо. И всегда есть золотая середина. Мы должны есть оптимальное количество ресурсов, которые мы затрачиваем, исходя из нашего образа жизни, исходя из наших умственных нагрузок, физических нагрузок и всего остального. Эндокринолог Роман Терушкин был в гостях у интересного подкаста. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что смотрите. Ваши активности, лайки, комментарии, отправления этого видео своим друзьям помогают попадать нам в рекомендации. Удачи и пока. Увидимся. Спасибо, Рома. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok